Интересный факт примечательный, особенно сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных. Чистопольский район располагается в самом сердце республики и своими очертаниями тоже напоминает Валентинко. Они свои, показать, уже выполнили 17 месяцев рабочих раздали, уже вышли на необходимую мощность, но у них не все не все еще работают. Индустриальный парк становится все более мощным локомотивом развития района. Здесь резиденты получают льготы территории опережающего развития. В район уже инвестировали 800 миллионов рублей. Так бизнесмены, что раньше продавали чужую пластмассу, решили открыть свое производство. На данный момент это, я считаю, наиболее интересная площадка для бизнесменов, потому что те льготы, которые нам государство предоставляет, оно действительно нам позволяет не только, скажем, дополнительный доход получать, то есть в виде экономии средств, но и также эти средства пускать на дальнейшее развитие производства. Республиканские гранты стали благодатной почвой для роста фермерских хозяйств. К примеру, пасечник Кадрия Чернышева, получив полтора миллиона рублей, стала выращивать овощи и клубнику. На грант это купили трактор, вот сейчас землю в сосе не обрабатывали, все готовились. Вот с этого года мы начинаем сеять. У меня семена успешно пока идет. Мы успешно завершили ушедший в историю 19-й год. Как на районной сессии доложили Фариду Мухаммедшину, социально-экономическое положение позитивно стабильное. Экономика растет. В минувшем году воловой продукт превысил 13 миллиардов рублей. Основные критерии оценки, по которым оценивается деятельность муниципалитетов, успешно реализованы, что вписывается в нашу программу развития республики в 2030 до 2030 года. Чистопольцы внесли свой большой вклад. Что беспокоит при множестве плюсов, демография в минусе. Исправить ситуацию должны национальные проекты. Для Чистополя главные четыре. Культура, образование, как раз демография и безопасные и качественные дороги. В минувшем году уже выделено и освоено около 50 миллионов рублей. Мы ежегодно пять студентов, пять выпускников отправляем на учебу. Из них четыре человека мы отправляем по программе 50 на 50. 50 оплачивает муниципалитет, 50 родителей оплачивает. Вот за последние пять лет мы отправили 16 ребят учиться в медицинский университет. Из них еще шесть человек у нас поступили на целевое обучение. Я надеюсь, что эти ребята к нам вернутся в Чистополь. Еще есть задача на будущее. Нужно восполнить дефицит медработников, больше внимания уделять молодежи, нарастить по голове крупнорогатого скота и чтобы всеми красками заиграла республиканская программа «Наш двор». Дмитрий Айрин, Александр Лобанов, ТНВ, Чистопольский район.